Не важно, как долго вы общались до этого свидания в сети и сколько знаете друг о друге. В любом случае, он среагирует на язык твоего тела до того, как ты с ним заговоришь. Именно поэтому первое впечатление нельзя произвести дважды. Любые сказанные слова можно забрать назад, объяснить, что ты совсем иное имела в виду, или сказала что-то не то из-за волнения, или думала о другом и случайно проговорилась. В общем, слова отменить можно. Слова, сказанные языком тела, уже не отменишь. Вопрос в том, что именно сказать ему телом и как. Главное, что хочет услышать, а вернее увидеть любой мужчина, что он тебе действительно интересен. На языке тела это очень просто сказать. Чаще моргай, мы всегда делаем так, когда сильно взволнованы. Наклоняйся в его сторону, это тоже невербальный сигнал заинтересованности. Приподнимай брови. Ну тут все понятно, так человек делает, когда ему действительно интересно. Нам нравятся люди, похожие на нас самих, это давно не секрет. Мы часто выбираем партнеров одного и того же типажа, и этот типаж тоже схож с нами, и это не секрет. Легче всего влюбиться в человека, который разделяет твои ценности, это всем понятно. Проблема в том, что если первые два пункта еще могут сработать, то последний ты далеко не всегда успеешь раскрыть за одно свидание. Поэтому используя эффект хамелеона, подстраивайся под него. Важно, не повторяй его позы, жесты и интонации один в один. Это слишком очевидно, и он вместо того, чтобы очаровываться, будет внутренне посмеиваться над тем, как ты обезьяничаешь. Действуй тоньше. Он положил кисти рук на стол чуть ближе к тебе. Ставь на стол локоть, к черту этикет. Подайся вперед и подопри подбородок кистью. А вот вторую руку двигай поближе. Он расслабленно откинулся на спинку стула. Глубоко вдохни, выпрямя спину, будто хочешь потянуться. Выдохни и тоже расслабься. А вот откидываться не надо. В общем, подстраивайся. Самый важный и самый страшный шаг. На первом свидании мы волнуемся и думаем только о том, как бы не оказаться в неловком положении. И совершенно зря. Во-первых, это подействует на него расслабляюще, потому что он и сам больше всего боится выглядеть в твоих глазах глупо. Дай ему шанс не оплошать первым, и он будет тебе благодарен, а благодарность – это всегда симпатия. Во-вторых, это в целом снимет напряжение, потому что над твоей ошибкой можно посмеяться вместе. В-третьих, ты можешь дать ему шанс тебя спасти. Только не надо ронять спагетти в декольте, эта ошибка слишком неловкая. На самом деле это действует как магическое заклинание, но волшебства тут нет, это психология. Существует так называемый феномен спонтанного переноса качеств. Все, что ты говоришь окружающим, влияет на их восприятие тебя. Иными словами, если ты скажешь мужчине, какой же ты красавчик, то сама автоматически становишься красивее в его глазах. Внимательно слушай, о чем он говорит, и делай выводы, какие женщины ему нравятся. Ну а потом говори комплименты именно этим его качествам. И сразу сама покажешься ему невероятной красоткой, редкого ума женщиной, человеком со скрометным юмором или что там ему нужно. Тут все просто, любого человека в первую очередь интересует его собственная драгоценная персона и его личные проблемы. Искреннее внимание и сочувствие работают безотказно. Не знаешь, на какой предмет посочувствовать. Спроси о работе. Рано или поздно в рассказе всплывет или начальник сатрап, или подчиненная, сущие остолопы. Стратегия самораскрытия, абсолютно безотказная техника. Человек, которому доверили секрет, сразу чувствует себя избранным. И тут мы возвращаемся к предыдущему шагу. Теперь его собственная драгоценная персона будет казаться ему еще более значимой и весомой. Понятно, что открывать ему настоящие секреты, о которых знают только твои близкие, не нужно как знать может, к концу свидания ты передумаешь и не захочешь его видеть никогда. Главное, чтобы твоя история звучала как очень личная, а уж насколько она на самом деле секретна. И была ли вообще, дело в данный момент десятая. Люди, которые вместе переживают нечто очень волнующее, чаще всего влюбляются друг в друга, это просто химия организма. Гормоны стресса и гормоны страсти, это одни и те же гормоны. Потому-то шаг седьмой, самый сложный, конечно, едва ли во время вашего свидания по улице пройдет Годзилла. А скандалить и бить посуду в ресторане, не наш метод. Что можно сделать? Самый легкий способ, предложить ему продолжить свидание в кино. Выбирай фильм ужасов или жуткий триллер. Еще один вариант, азарт, можно предложить сходить на квест, продумай этот момент заранее. Если квест будет страшным, еще лучше. В крайнем случае, можно просто пойти прогуляться по парку, а по дороге предложить ему сыграть в правду или действие. Бодрит необычайно. А главное, работает.